Такой пример привел, я тоже всегда говорим, то есть человек, если всю жизнь грешит и так далее, потом говорит, а, перед смертью скажу, ля иляха илляллах, и все как бы. Нет, Аллах не даст возможность сказать, ля иляха илляллах, если человек не жил по этим словам. Почему? Потому что пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассаляму, сказал, «Мэн кана аля шей-ин, ма-та алейх». «Мэн аши аля шей-ин, ма-та алейх». То, кто на чем жил, на этом и умрет, на этом покидает этот мир. Если человек, у него всегда из-за его уст какие-то плохие слова вылетали, матные, да, кто-то умер в аварии, он увидит, опять же это страх, у него эти же слова вылетят. Субханаллах, ля иля, он не скажет, даже если захочет сказать. Вот Ибн Аль-Кайям, рахмаллаху, в одной книге написал про «Аль-Джаваб-эль-Кафи», очень интересная книга, там более 300 страниц, но называется как бы «Полный ответ». Он именно этот ответ на один вопрос, 300 страниц, книгу написал. Ему задали вопрос, что делать с той болезнью, когда, если юноша влюбился в кого-то и не может разлюбить. И он ответил в 300 страниц на этот вопрос. И там историю привод, начали аяты, хадисы, потом истории жизни. Во время тавафа, так скажем, да, вот сейчас на Умре были, один брат у нас дагестанец, он пошел, посетил могилу своего отца, тоже ему было, как моему отцу, 66 лет, тоже инсульт. В 11-м году он умер, он говорит, умер, когда спускался с Арафата, инсульт случился и умер. Поэтому, Субханаллах, или вот мы вчера с Расул Хазратом видели, один шейх лек, лекцию читал в Кувейте и палестинский шейх. И последние слова, он уже, он дает, вааз делает, мауэйд делает, дает лекцию. В его консексте, его лекции не должны быть слова ла и ла и ла и ла. Но он уже делает, сказал ла и ла и ла и ла и умер. Поэтому, к чему мы говорим это? Человек, когда говорит, если я не живу по ла и ла и ла и ла, в конце скажу это не. Аллах просто не даст. Аллах укрепляет на крепком слове, на слове ла и ла и ла, на слове тавхида, те, кто уверовал, истинно уверовал в Аллаху, Субханаллаху. Также в хадисе передается, И он знает, не просто ла и ла, он знает, то есть знал, что говорил, поэтому жил и так далее. Зайдет в рай. Не просто так ла и ла и ла и ла знает и живет, соответствует этим словам. То он сможет, иншаллах, сказать последними этими словами, И зайти И ла Уважаемые братья и сестры, вот эти ла и ла и ла и ла Илла Аллах, мы должны, когда слышим, когда кто-то говорит ла и ла и ла и ла Илла Аллах, или муавзин говорит и так далее, противоречить неверующим, когда они высокомерились. а мы, наоборот, должны проявлять набожность и скромность и склонность перед Всевышним Аллахом то есть наполнить наши сердца наши сердца это как сосуды или он заполнится или чем-то другим поэтому мы должны любовью по отношению ко Всевышнему Аллаху понимая, что такое заполнять наши сердца этими словами, этим смыслом и жить по этому смыслу потом это будет такой двигатель который нас будет вести по прямому пути Всевышнего Аллаха Субтитры сделал DimaTorzok